Восьмой фестиваль иностранных студентов «Мы дружбой и сильны» объединил не только 400 юношей и девушек из-за рубежа, но и всех студентов Пушкинского университета. На одной сцене выступали белорусы, туркмены и таджики, ребята из Турции и Бангладеш. То, что мы говорим о диалоге культур, воплощается не только в учебе студентов разных специальностей, разных национальностей, но и в неаудиторной работе. И поэтому действительно это праздник, праздник и для иностранных студентов, и для нас, преподавателей, сотрудников университета, потому что мы убеждаемся, что творчество и способности к творчеству у всех народов есть. И у иностранных студентов они тоже очень активно проявляются. Ораторское искусство, русский язык, лучшие видео и рассказ о дружбе. В каждой из почти десятка номинаций творческая молодежь смогла проявить свои таланты. Две недели студенты университета из 18 стран состязались и выбирали лучшего. И вот долгожданное награждение. В этом фестивале мы можем показать себя, свои таланты, свои способности. Это очень прекрасный повод, чтобы объединить не только наших иностранных, но и показать свою культуру белорусским студентам и поделиться с нашими традициями. Чтобы показать свою культуру, познакомиться поближе со страной, где мы учимся. Ну, еще, чтобы подружиться с теми ребятами, где мы учимся, с белорусами. И мне кажется, это очень хорошо, что нам предоставляют такую возможность провести такой фестиваль каждый год. Непохожесть друг на друга – наша главная ценность, считают участники фестиваля. И только дружба делает людей сильнее. Эту мысль 8 лет назад иностранные студенты сделали основным лозунгом фестиваля. И с тех пор многонациональный праздник стал настоящим брендом Брестского университета имени Пушкина. Никогда ничего нельзя навязать сверху. Если нет инициативы, если нет поддержки, то вот это сверху, если это говорит руководство, это все равно где-то гасится. А вот это поддержка, конечно же, молодежи. Они из разных стран и говорят на разных языках, но одинаково строят планы на будущее и любят. Но главное – их объединяет Брестская, Альма-Матер и город над Бугом, который для многих останется вторым домом. Ирина Ольшова, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БугТВ.